Понятие простить или наказать. Сегодня городские депутаты решали, как быть с коллегой Владимиром Владимировым. Дело в том, что народный избранник снял и выложил в интернет кадры с закрытого заседания. Выяснилось, что это далеко не первое правонарушение Владимирова. Что же грозит депутату-рецидивисту, расскажет Наталья Истомина. Нельзя снимать чужой зад. Вы меня простите, пожалуйста. Нельзя это делать. Сегодня депутаты городского совета четко обозначили своему коллеге Владимирову, что снимать можно, а что нельзя. В последнее время телефон он не выпускает из рук. Сегодня признался, что это его хобби. Ничто не проходит мимо него. Как он нагло врет ей воров с его статусом и репутацией, вот это мне противно. А это Владимиров ведет трансляцию через интернет прямо с закрытого заседания горсовета, где решается судьба спикера и его заместителя. Тогда депутаты проголосовали за то, чтобы удалить из зала всех журналистов. Захотели разобраться по-семейному, но не тут-то было. Благодаря Владимирову все сразу стало достоянием общественности. А сегодня коллеги такое поведение депутата разобрали досконально по требованию главного прокурора Красноярска. Какое право мы имеем требовать от жителей города Красноярска выполнять решения городского совета, если мы сами же их не выполняем? Что за это избирательное отношение к нашим решениям? То есть нам можно не соблюдать наши решения, а вы обязаны это делать. Но некоторые депутаты лишь беспокоятся, что попадут в кадр неподготовленными. Мы женщины здесь находимся. Сегодня я могу быть с прической, завтра я могу там быть плохо выглядеть. Для меня важно, как я выгляжу, как меня покажут. Я не хочу, чтобы меня снимали. Я не хочу, чтобы меня выставляли в фейсбук. Я не хочу, чтобы, может, у меня кривые ноги. Герой же заседания сегодня был противоречив. Он то раскаивался в содеянном, то оправдывался. Не надо никакие закрытые заседания больше проводить. Все должно быть известно общественности. Журналисты попросили, я опубликовал. Пусть будет стыдно всем нам за такие закрытые заседания, когда меня еще обматерил один депутат. Некоторые депутаты намеревались жестко наказать нарушителя. Так, для профилактики. У нас обвиняемый-то рецидивист. Если его взаимоотношения с журналистами проанализировать, вот он апеллирует, давайте журналистов спросим. Вот я помню, что недавно один журналист с него взыскивал деньги за плевок, извините. В общем, собравшимся пришлось трижды голосовать, что делать с Владимировым, принять и простить или погрозить пальчиком. Но даже в этом вопросе депутаты не смогли договориться. Наталья Истомина, Дмитрий Гаврилко, Седьмой канал.